Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение четвертой книги царства. И сегодня мы будем читать пятую главу. «Наиман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирьянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный». Мы видим, что Господь заботится не только о еврейском народе, он заботится и о сирьянах, в некотором случае о мавитянах, в некотором случае о филистимлянах, и в Писании об этом говорится, а в некотором случае даже и об египтянах. И в Писании есть много пророчеств о том, что Бог промышляет о всем творении, и это не только в Новом Завете, но и в Ветхом Завете. И здесь мы видим «Наимана», военачальник царя, человек важный, но прокаженный. И как мы помним, в еврейском народе три категории людей считались мертвыми. Это нищий, не потому что он нищий, а потому что он не может заниматься благотворительностью. Это бездетный, потому что его жизнь не имеет продолжения. И мертвым считался прокаженный. Мы с вами говорили о том, как Елисей воскресил ребенка, который перегрелся на солнце и умер, и как пророк совершил чудо его воскресения. Но Елисею было известно, что он сотворит чудес в два раза больше, чем пророк Илья. Илья воскресил сына сарепской вдовы. И исцеление «Наимана», о чем мы будем читать в пятой главе, приравнивается к воскрешению мертвого, так как прокаженный считался как живой труп с точки зрения еврейского понимания. Таким образом, при жизни Елисей дважды воскресил человека, в одном случае умершего ребенка, в другом случае прокаженного. И был даже третий случай, когда мертвый упал на кости Елисея. Он при падении своем коснулся костей его, ожил и встал на ноги свои. Итак, мы читаем о прокаженном «Наимане». «Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене «Наимановой». Казалось бы, маленькая девочка из Божьего народа, разве она может совершить какой-то важный апостолат, какое-то важное свидетельство о своей вере? Она стала прислужницей жены «Наимана». И сказала она госпожи своей, «О, если бы господин мой», то есть «Наиман», побывал у пророка, который в Самарии, то есть у Елисея, то он снял бы с него проказу его. Наверное, эта девочка отметила нравственное качество «Наимана», хотя и язычника, и, проявляя заботу о нем, она докладывает своей госпоже. Она не может напрямую обращаться к «Наиману», поэтому она сначала беседует с его женой. Но, понятно, жена может передать эту информацию своему мужу. «И пошел Наиман и передал это господину своему, то есть царю сирийскому, говоря, так и так, говорит девочка, которая из земли израильской, и сказал царь сирийский Наиману «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». То есть Наиман отправляется с письмом от сирийского царя, чтобы с него сняли проказу. Он пошел и взял с собой десять талантов серебра, и шесть тысяч сиклей золота, и десять перемен одежд, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано вместе с письмом Сим, «Вот я посылаю к тебе Наимана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Вот представьте себе, в Кремль прибудет какой-нибудь посол и заявит, вот у меня письмо от президента Трампа, заявит нашему президенту, ты должен снять с меня проказу. Как воспримет наш президент? Это будет воспринято однозначно. Ищут повода к войне, потому что ставить такие условия, а как царь израильский может снять проказ? Все это считалось, что проказы – это совершенно неизлечимая болезнь. Но царь израильский так и понял ситуацию. Мы читаем, царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, «Разве я Бог, чтобы умершвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». То есть с точки зрения человеческой логики, но это никак невыполнимо. «Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, то есть слух-то разнесся сразу, «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». О чем заботится Елисей? Об одеждах царя или о той панике, которая проникла в его сердце. А есть объяснение, что об одеждах царя, потому что одежда царя — это не просто какие-то одежды, это освященные одежды, и разрывать эти одежды царь не имел права ни в каком случае. Как и первосвященник, ни в каком случае еврейский первосвященник не имел права разрывать священные одежды. Ну, конечно, была и обида за собственного царя, и теперь ситуация начинает меняться. И прибыл на иман на конях своих, на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев и выслал к нему Елисей слугу сказать «Пойди, омойся семь раз в Ордане и обновится тело твое у тебя и будешь чист». Елисей даже не выходит к нему. Мы уже с вами знаем характер Елисея, он вообще старается с язычниками говорить через кого-то. А тут он даже не вышел, потому что бывали иногда и сложные отношения с сирьянами. И разгневался на иман. Что это значит? Он мог проезжать рядом с этой рекой. А что изменится? «Пойди, омойся семь раз в Ордане и обновится тело твое у тебя и будешь чист». Каждый имеет свое представление о чуде. В понимание на имана это должен выйти пророк совершить какое-нибудь чудо так, чтобы это было всем явно и вот он помолится над ним, руки возложит. А почему мы вообще ставим условия Богу? Господь действует так, как он хочет действовать и действует через того, через кого он хочет действовать. Господь может разговаривать с нами через ослицу. В Библии описан такой случай. И разгневался на иман и пошел и сказал «Вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа, Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу». Разве Авана и Фарфара реки Дамаски не лучше всех вот израильских? Почему он так говорит? Потому что действительно Авана и Фарвар реки Дамаски более чистые, чем Иордан. Те, кто были на Иордане, наверное, обратили внимание, там все-таки мутноватая вода, особенно вот в месте крещения Господня, потому что там пустыня рядом, песок наносится. «Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. вот так бывает, когда человек имеет свое представление о том, как его должны принять, как к нему должны отнестись, а на самом деле ситуация другая. И подошли рабы его, вот рабы Найман оказались более сообразительные люди, и говорили ему, и сказали, здесь во множественном числе подошли рабы и сказали, но обращаются к нему единодушно, «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал бы то, а тем более, когда он сказал тебе только омойся и будешь чист». Если там пророк сказал, «Семь раз обойди гору кормил», «Семь раз обойди Иерусалим», а ему сказали то, что он, скорее всего, проезжал эту реку, «Окунись семь раз и все». Как иногда люди спрашивают нас, «Неужели крещение человека погружают три раза в воду во имя во имя Отца Сына и Святого Духа и все, нет никаких грехов. Не надо приходить в церковь со своими представлениями. Церковь учит, да, в крещении человек избавляется от всех грехов. И он принимает решение отправиться на Иордан. И пошел он и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божия и обновилось тело его как тело малого ребенка и очистился на имя. Посмотрим, какие комментарии есть на это событие. Цезарий Арский пишет Давайте теперь посмотрим, что повелел Елисей Найману сирианину. Пойди, говорит он, омойся семь раз в Иордане. Когда Найман услышал, что ему надо семь раз омыться в Иордане, он вспылил и не желал повиноваться. Но приняв совет друзей согласился, омыться и очистился. Это означает, что прежде распятия Христа язычники не верили в Него, когда Он, Христос, говорил лично, но позже они смиренно пришли к Таинству Крещения вслед за проповедью апостолов. Именно поэтому Елисей повелел Найману омыться семь раз в Иордане. Смотрите, братья, Елисей отправил Наймана в Иордан, потому что Христу предстояло отправить язычников креститься. Более того, то обстоятельство, что Елисей не прикоснулся к Найману сам и не омыл его, показывает, что и Христос сам не пришел к язычникам, но через апостолов, которым сказал, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Заметьте и то, что Найман, бывший образом язычником, исцелился в той самой реке, которую затем осветил своим крещением Христос. Однако Найман, услышав, что должен семь раз омыться в Иордане, разгневался и сказал, «Разве Авана и Фарфар реки Дамаские не лучшие всех вот израильских, разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» Но когда сказал, то слуги его посоветовали согласиться с пророком. Тщательно обратите внимание, братья, на то, что это означает. Святой Елисей, как мы сказали, является образом нашего Господа и Спасителя, в то время как Найман был образом язычником. То, что Найман считал, будто исцелиться в своих собственных реках, указывает на то, что человеческий род полагается на свободу воли и собственной заслуги. однако без благодати Христа их собственные заслуги не исцеляют, а проказу не могут остановить. Поэтому, если бы род человеческий не следовал примеру Наймана и не слушался совета Елисея, смиренно принимая дар крещения через благодать Христа, то и не мог бы он освободиться от проказы первородного и теперешнего греха. Омойся семь раз, сказал он, по причине семичастной благодати Святого Духа, ополчившегося во Христе Господа против греха. И когда Господь наш крестился в этой реке, Дух Святой сошел на него в виде голубя, и когда Найман спустился в реку как образ крещения, то обновилось тело его как тело малого ребенка. А я бы еще добавил, что так как вся эта информация достигла Наймана через маленькую девочку, маленькая девочка является прообразом первой апостольской церкви, которая была числена очень мала. В момент Вознесения Христа всего 150 человек. И Христос говорил, не бойся малое стадо, Отец благоволит дать вам небо. И когда 12 апостолов, это малая община, вышли на проповедь, забросили сети евангельского благоествования, вся Римская империя была уловлена в эти сети. «И так тело Наймана стало, как тело малого ребенка, когда он очистился, и возвратился к человеку Божию он, и все сопровождающие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал, вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля, и так прими дар, отрабатывая его. И сказал он, то есть Елисей, жив Господь, пред лицом которого стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. Он поступает так, как поступал Авраам, нитки твои не возьму. Вообще не принято входить в зависимость от язычников. Зачем принимать от них какие-то дары? Даже когда Авраам взял от фараона египетского золото и серебро, когда тот отпустил Сару и таким образом приносил извинения Аврааму и Саре, предание учит, что Авраам не потратил это золото и серебро. Он его отдал детям, которые у него родились от Хитуры, после смерти Сара уже, потому что те ушли жить в страны Востока, а сыну обетования он это нечистое серебро и золото не давал. И тот, то есть Нейман, принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, если уже не так, то пусть работу ему дадут земли, сколько снесут два лошака. хочет взять святой земли. Потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. То есть он принимает веру Израиля. Только вот в чем допростит Господь раба твоего, когда пойдет господин мой, то есть сирийский царь в дом Римона, это идола, для поклонения там, и оперется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона, да простит Господь раба твоего в случае всем. То есть он берет землю, теперь он будет молиться только на святой земле, но у него есть обязанность вместе с царем ходить в этот храм капища Римона, а он просит прощения. Это служебная обязанность. И сказал ему пророк Елисея иди с миром. И он отъехал от него на небольшое пространство земли и сказал Гиезий слуга Елисея, человека Божия, казалось бы, если ты слуга человека Божия, будь сам, как человек Божий. Ведь Елисей, который лил воду на руки Ильи, он стал человеком Божьим. Гиезий тоже лил воду на руки Елисея, но он не стал человеком Божьим. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой отказался взять из руки Наймана, этого сериянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. И погнался Гиезий за Найманом. Увидел Найман, бегущего за собою, конечно, он запомнил лицо, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал, с миром ли? Он отвечал, с миром, господин мой. Господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пороческих, дай им талант серебра и две перемены одежды. Ну, выдумал на ходу, что называется. И сказал Найман, возьми, пожалуй, два таланта. И упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежды и отдал двум слугам своим и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел, явился господину своему Елисею, Елисей сказал ему, откуда Гиезий, то есть куда-то ходил. Сказал он, никуда не ходил раб твой. И сказал он ему, Елисей, Гиезию, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды? Или масляничные деревья, виноградники и мелкие или крупные скоты, рабов или рабынь? Пусть же проказа Найманова пристанет к тебе и к потомству твоему навеки. И вышел он от него белый от проказы, как снег. Вот это пример того, поиск богатств для служителей божьих, даже для тех, которые ухаживают за служителями божьими, это непростительное преступление. Они могут покрыться больше проказа греха, а прокаженный считается как мертвый, потому что богатство это зона риска. И если Гиезий добывает богатство не трудом, усилиями, а хитростью и обманом, проказа Наймана ложится на него, как и на другого другого обманщика. Ибо, как сказано в Писании, всякая неправда есть грех. Продолжение следует...